Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили прокомментировать выступление Невзорова Александра Глебовича. И приходится попутно еще кое-кого. Это 27-е у меня комментарии. У них написано уроки атеизма, а у меня называется «Во свете Библии» вот Библия перед нами и «Открытым оком». Вот такое здесь появилось по поведению от Александра Невзорова. Как он это видит? То есть у него непрерывно идут повторы и ничего нового уже сказать не может. Александр полностью выдохся. Почему? Ну это и так понятно. Ненависть не может сама по себе подпитываться. Нужны какие-то преступления отдельно, а их нет. Они все открытые перед нашими глазами. У верующих не так. У него абсолютно новое видение каждый день на все предметы. То есть все выше и выше поднимаются. А у верующих вниз. Но я все-таки чуть-чуть прокомментирую. Вот это у него второе, часть вторая. Что убивали, он говорит, за пальчики не так прижали. Им только захватить власть в стране и остановиться ни перед чем. Он говорит о церковниках. Абсолютно верно. Никаких поправок к этому не надо делать. Я их знаю не из вторых уст, где мы бываем. Они вызывают милицию, натравливают и ничего нельзя сделать. У меня эти ролики, что они делают на моем форуме. Сойдите сначала на сайт, Игнатий Лапкин сайт или Игнатий Лапкин форум. Заведите в гугл. И там увидите, как священники вызывают милиции, натравливают. Чтобы натравить, они на нас или американские шпионы даже назвать, или свидетелей Иеговы. А тут же проверка, звонок в Алтайский край. Да, мы зарегистрированы, русская православная церковь за границей. То есть часть мы принадлежим, которая приняла акт о каноническом общении. И у нас теперь Иларион, первосвятитель, а он непосредственно уже на патриарха выходит. То есть мы не принадлежим никакой ветви иной. Мы русские православные люди, но патриарха мы поминаем постоянно дома молиться. В церкви мы его не поминаем. И для нас он не великий господин и никакой. Но если бы он приехал, я бы принял его как самого великого господина и подошел под благословение. И меня иногда упрекают, у вас какая-то раздвоенность, огромная расстроенность. Одно дело, когда я думаю по-человечески, другое, когда я просто от знания своего. И другое дело, когда я покоряюсь Богу. Как гражданин я за то, чтобы казнили всех маньяков. Как христианин я говорю, этого делать нельзя. А что, пусть государство решает. Они расплодили этих маньяков, пусть они с ними воюют. Есть правила, которые запрещают заниматься мирской деятельностью, священнослужителем. То есть, во вред. Но не совсем точно так сказано. Невзоров говорит, разрешается по благословению епископа заниматься или как кормить, помогать вдовам. Которая совершенно немощная. То есть, они не знают, куда обратиться. А он юрист. То есть, это разрешается. Дальше говорит о мощах, что дело-то не в ленине, не в конечном счете. Неоднократно Невзоров говорит, что священнослужители ничего не поняли и не усвоили уроки 1917 года. Они считают, что все как будто сборище дебилов. Не три же еврея сделали революцию. Это был народный бунт. А уж как эти люди-то воцерковлялись, как причащались, какие финансовые вклады делали, как сегодня, которые храмы строят. И здесь Невзоров прав. Вы сами посмотрите. Вот об этом отец Дмитрий Смирнов, когда говорит, что мусульмане ближе ко Христу, чем православные. Но отец Дмитрий не договаривает. Тоже лукавит. Он должен сказать, вот такими безразличными, аморжными, жадными, несообразительными, как всеобщая манкуртизация произошла по вине попов. Они их не учили. Если эти люди принимают ислам, они будут пять раз в день молиться. Они будут жертвовать, отдавать свой закат. Они знают, как делать-то. Священники лишь свидетели. Они ничего не могут сделать. Ну, я говорю, за малым исключением. Вот люди, которые приходят из сектантов, из баптистов. У меня такая была раньше надежда. В моем доме сколько пришли, они делаются священниками. Была такая надежда, что они начнут тут пробуждение. Ничего подобного. Патриархия всех перемолола, и они изоржавели. Им сказали, баптистских песен, чтобы не пели. Ну и дальше все остальное. Примите все как есть. Вот меня когда спрашивали на занятиях, я в разных университетах вел занятия. Однажды я выступал среди баптистов. Община большая довольно, 450 человек. Все до единого. Одновременно согласились стать православными. Одна встреча. А где вы, попы, были? И когда меня спрашивают, ну и как, где они теперь, как они там ведут? Да нигде. У Питера, Лгилдвиста, где они? 2000 человек сразу пришли. А почему? Здесь все испепелилось об одно слово. Когда сталкиваются с практикой. Одно дело, когда я говорю, показываю, как должно быть. Ну мы, нас считают как образцовы. Потому что, ну какие мы образцовы? Ну у нас не пьют, не курят, ни денег нету, ни продажи. У нас ничего вообще этого нету. Нас называют православные протестанты. Православные там баптисты, православные яговисты. Нас как угодно могут называть-то. Но показать общину тогда я не мог ни одну, которая живет по тому правилу, которое я рассказываю. Ну после этого мы образовали две таких общины. Теперь мы можем показать. Патриархия из церковных правил, из канонов. 413 канонов абсолютно везде целенаправленно, умышленно нарушается. Ну куда проще, когда торговля говорит, что не торговать. Не торговать, но не торгуй. Вот о торговле немного, посмотрите. В Иерусалиме, при своем тогдашем ипархиальном управлении, продавали голубей и овец, волок, в 13 раз дороже номинальной стоимости. Это сколько же процентов было? 1300? Они провели закон через тогдашую думу, что в жертву нужны животные, без порока, а человек держит тысячные стада. Но можно брать, только покупать в храме. Почему? А ты гнал их когда? Да, а они могли оскверниться. Ну то есть такой бред. Вы посчитайте Талмуд. В Талмуде написано, евреи спрашивают, а я вот живу в деревне, а тут русские. А можно ли отдавать скотину мою, чтобы пасли они? Ну все пастут, а я дома корову держу. Можно, но при условии, если пастух не один. А почему? Ну иначе он изнасилует твою еврейскую корову. Даже не придумает, что можно сказать. Вот у некоторых такое же понятие, что мы все что угодно сделаем. Ну повод-то мы дали, значит что ты к этому послужила? Я уж не говорю о выдумках, о зонраве. Меня неоднократно спрашивали в сравнении, чему вы учите детей? Маленькие. Ну чему? Я учу, как верить в Бога и прочее. Я разговариваю с евреем. Я говорю, а вы чему учите мальчики в таком возрасте? Что он будет владыкой мира, что цари мира принесут все дары ему. У нас так написано в Библии, я говорю, написано. Вот мы этому и учим. И вы у нас будете в подчинении. Я смиряюсь, я православный. А другим это не подходит. Поэтому мы, говорит, торгуем. Как Михаилой, женщина Кавказа говорит. Берут взятки, поэтому и даем. Так, но еще Карл Маркс уверял, что при 400% выгоды нет такого преступления. И даже под страхом виселицы, на которой не пойдет капитал. А церкви умудрились добывать прибыль до 2000%. Это цена крови. Матфея 27.6. И Невзоров абсолютно прав здесь. Мне было до того удивительно, что такой был момент, люди спрашивают, где-то и Чаплин мгновенно сказал к людям, бросил вызов. У вас там храмы разрушены, вот надо строить туда деньги. Да неужели это он говорит? Да вы же за это как раз и помираете сегодня. Но вы мысленно представьте. Вот как Невзоров говорит, давайте представим, что поп все с себя снял, всю эту бижутерию, все эти тряпочки блестящие. И вот он теперь в майке, в одной там кепочку надел и прочее. Как он выглядит? Я другое говорю. Представим, что вот на этом диспуте в один ряд сидят Невзоров, другие, и тут же апостол Павел, апостол Иоанн, апостол Петр, пусть хотя бы три, но они будут только молчать. Я спрошу Невзоров и других, вот то, что вы нападаете, там капитал, вы можете обратить к ним? Нету, там все отдали, положили к ногам апостолов, все питались, ни у кого ничего не было. Все обвинения, какие сегодня против Русской Аппаратной Церкви, сидящие на этой скамейке, апостолы, неуязвимые. У них ничего этого нет. У них этого не могло быть, потому что они жили в Духе Святом. Вы себя, маленько православное, потрепите, немножко хотя бы проскаблите себя, как Солженицын говорит, хотя бы раз проскаблите себя по хребту, вы посмотрите, что получится. Он нам подсказывает здесь. И как сказал патриарх Алексей Второй, каких бандитов напринимали в церковь? Настоятель превращается в диктатора, это все патриарх Алексей говорит, все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как известно, и ссоры между их духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного. Патриарх Алексей Второй. Да кто прав здесь? Щаплин или Невзоров? Невзоров. По этому пункту я говорю конкретно. Да Щаплин должен был закрыт лицо руками, не убегать, когда Щаплин участие здесь, а заплакать и сказать, Господи, прости. Нам все жирного мира, мельничьи должны повесить. Какой же мы соблазн даем людям, что люди слепнут, незрячие, без всякого взора остаются, из-за нас грешных. Господь Христос предупреждает, что не можете служить Богу и мамоне, что невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли. Дальше я все это беру из официальной хроники Московской Патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, и номер 1, 3, 1994 года, страница 34, 38, Щаплин. Дорогой, друг, товарищ, брат, священник, проверь это. Не канонизируйте Патриарха Алексея II, еще неизвестно, в каком месте он находится. Что распустил он вожжи-то. И вот теперь мы, говорится, Щаплин по стране, на оба колена хромаем. И притом торгуют нечистым. Почему? Как к мерзости нельзя прикоснуться, чтобы не оскверниться. Ибо повелено Богу приносить ему жертву только из чистого воска, из чистого илея. Все должно быть чисто, это я добавляю. А нечистому, а нечистому, чтобы вы могли отмечать священное от несвященного, нечистый от чистого. Левитам 10.10. От нечистых, не восковых свящей портятся лики икон, зрение прохожан. Каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и в церковной ограде, что Чаплин этого не знает, Дмитрий не знает, Смирнов, Кураев этого не знает, Осипов этого не знает. Одно торгашество, одни свечки. Почему про это и говорит Невзоров-то? Вы же дали пример. Его укоры за свечки, за торговлю, апостолов никак не касается. А у них не было, они с места на место ходили. Их брали, камнями побивали. Вы не апостольские служащие, а может быть служите, говорится, не духу, а брюху. Приближалась Пасха Иудейская. Иисус вошел в Иерусалим и нашел, что в храме продают валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миночников рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговлю. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме моем снедает меня. Вспомнили. Сотни лет стоит храм, и ничего не вспомнили. Храм Христа Спасителя поставили, идет торговлю всем, чем надо и не надо. И мирские мы, мы там были нынче. Нынче, в 12-м году ходили, молились, и просили Бога пощадить и помиловать нашу страну, президента, правительства и патриарха. Куда они завели народ русский? И главные виновники, это учителя, кто доступ имеет к средствам массовой информации, и священники. Особенно священники. Они не учат народ. Христос говорит, дом торговли, а дом мой вы сделали. Это вы сделали. Вот на это вы сделали. Один человек сказал, будто бы жаловался, ну любил девушку, все, полюби, сошелся. Ну такая мигера, такая завели из нее. И будто бы он молился. И говорил, Господи, ну вот почему так? Ну была как ангел, ну как ведьма, как змея подколодная. И будто бы был ответ, я сотворил деву, а женщинами вы их делаете. Вот понимай, как хочешь. Дом торговли вы сделали. А это мирское. а дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда против Бога. И как называется прелюбодея и прелюбодеица. То есть духовная проституция идет в храмах. И больше ничего здесь нету. На потеху мира все это идет. На позор. И Господь выгонял не один раз. Евангелие от Яна 2, 13, 17. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих, покупающих в храме. И опрокинул столы именно в щеков и сказал, голубей, и говорил им, написано, дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Матфея 21, 12. Значит, вначале еще более так приемлемо. Все-таки торговли, привыкли. А вот в храм заходите и сидят торгаши. Это разбойники. Я ничего не мог сделать там, где мы ходим Покровский собор. Я взял толстую веревку, почти в руку толщиной. Там вытаскивают танки на них. Изрезал ее по частям, завернул в бумагу, сделал открытку поздравления с Пасхой и каждому продавцу подарил. А вот это, я говорю, настоятели передайте. У них чуть разрыв сердца не получился. Я говорю, вот возьмите это на память, на суд Божий придете. Вы разбойники. Люди думают откупиться. Откупиться? Читаем. Читаем. Никто не должен святый храм мирским местом. Посему, если кто обречен в реченном преступлении, да будет отлучен от церкви. Передайте это Чаплину. Шестой Вселенский собор, 76-е правило. Для кого оно написано? Не к нам. У нас нет торговли. И мы, когда регистрировали общем, написали, никакая вещь не может быть продана. Но у нас свечи горят маслом, мы покупаем воск, на дому бабушки льют, пачку положили, так они ароматные. И батюшка зажигает сколько надо. Никто к свечам не подходит. Ни одного огарка не гасит. Вы зайдите в церковь, как они гасят огарки. Они воруют. Они воруют в храме, потом на переплавку. А когда к причастию идут, людей приучили наиспать, обязательно свечки. Ну нельзя все зажечь. Они одну и ту же свечу раза три подряд продают. Обратно корзинами тащат. Это я знаю, я видел это. И спрашивают, а куда их девать? Я говорю, а деньги-то куда? Ну как, это на церковь. Ну когда, между собой делят? У меня сестра родная. Родная по плоти и по духу. Она работала в епархии. Люди жертвуют наследственностью храма. И когда они вскрывают там, где есть, то первым делом, кто считает, деньги хватает, которые большие купюры и за пазуху суют себе. О чем патриарх говорит? Когда у них там какой-то спор был, а староста схватил, там эти деньги, где они были в мешочке-то, и удрал. Ну пожалуйста, патриарх. Он говорит, какие бандитов напринимали в церковь? Это же про нас сказано. Мы перед невзором относительной торговли рта не должны раскрывать и молиться за него день и ночь, чтобы Бог обратил его, чтобы эта сатанинская злоба его погасла. подобает в церкви стоять со страхом и трепетом, и Бога молите со слезами о своих согрешениях. Если кто епископ или пресвитер или диакон деньгами это достоинство получит, да будет извержен рукоположение, хератония, и он и поставивший, и от общения совсем досечется, как Симон Волх, апостольское правило 29, 6-й вселенский собор 23, стоглав 44, 45, и 7-й вселенский собор 3 правило. Нас это не касается. Да ни одного епископа нет без мирских властей рукоположенного. Канонически все неверны. Правило гласит, 6-й вселенский собор 15 правило, не ранее 30 лет может быть рукоположен священники, пресвитера. А если раньше избежнут, ну проверьте себя, Чаплина, проверьте себя, патриарх. Современный патриарх Кирилл тоже в одном плане лицо очень интересное. Епископы, как правило, ставятся после 30 лет. Он до 30-летнего возраста поставленный. Даже среди всех нарушений это экстраординарное нарушение. Но вы что не верите, что он благодатный? Да, верю, что благодатный. Раньше ставили и раньше. Но канон принят. Все. Вчера нельзя было, но закон принят. Бейтесь за закон так, как бьются власти. Но вот закон. И теперь они уже сражаются относительно того, как не нарушить какими-то комментариями. Я говорю, боясь Бога. Маленький эпизод, когда меня садили. Но я говорю, мои данные, что я отдаю следователю, они иногда не сходятся с тем, что когда людей допрашивают. А вопрос стоял, от кого получили эти пленки с записями. Власть вылавливалась эти пленки. То есть катушки тогда были. Я отвечал, верить им. Я давал сотни, а они от одного меня получили. А другой священник встал, ныне он магистр богословия, и говорит, у нас в православии есть ложь во спасение. То есть для спасения ближнего можно солгать. Как говорится, конь ложь во спасение, как старобрядцы говорят, читает Псалом 32-й. А вот Лапкин тем и отличается, что он никогда никакой лжи не принимает. Вред, не вред, он не понимает это. Он говорит только правду. И судья это принял. Это я говорю к тому, что если пожелаете где-то проверить, что я говорю, какие называемые места, проверьте. Проверьте. Укажите мне на ложь, что я солгал. Что в этих книгах, которые я говорю, в Библии запрещена торговля, что этого там нет. Если этого нет, ну вы не знаете, как сообщить. Нет. Далее я разбираю поведение от Александра, по поведению от Александра Невзорова, часть третья. И опять он о том же. Продавать свящей больше, захватить власть. Да так. Я согласен с этим. Канону о торговле я прочитал. Евангелие от Иоанна 12,48 напомнит. Евангелие отвергающий меня и не принимающий слово моих, Христос говорит, имея в судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Не может быть издан мирскими начальниками человек в церкви, седьмой вселенский собор. Всякое избранье его епископа или пресвитера, или диакона, делаем мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу апостольскому, тридцатому, который говорит, если который епископ мирских начальников, употребив через них, получит епископскую церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним. Катастрофа. В огоньке много было напечатано Александром Нежным, писателем из Москвы. Его беседы с Харчевым, председателем по религиозным культу. Комитет при Совете Министров был такой. Надо прислушаться. Сколько там было сотрудников? В какой процент? Сто процентов. Все ставленники через КГБ шли. И покаяние-то не принесено. И комиссия, которая занималась этим расследом, церковная, Глеб Якунин, Вячеслав Полосин, выкинули их. А куда ушли? Один ушел, патриархат Киевский, а другой мусульманство. И никто о них не плачет и не ищет. Но будет судный день, когда слово, которое я говорил, оно будет судить вас. А они все время, сегодня попы, играют причастием. Это самая страшная игра. Даже не виртуальная. Не будешь покоряться? Отлучу от церкви. А какой смысл в этом? А сдохнешь за оградой, и в ад попадешь. И все перед ним трепещут. Он ничего не может сделать. У него власти никакой нет, как только вести людей в небо. А это беззаконие. Он сам отлучен от церкви по всем канонам. Их бояться не надо, священников. А надо плакать и молиться за них, чтобы они покаялись. Чтобы нам с ними вместе в ад не пойти. Дальше. Попа ведения от Александра Невзорова, сейчас четвертое. Ну, я почему мало даю, там нечего трактовать. Одно и то же говорит. Идут попы по России, как фрицы. Останавливать надо, хотя бы утюг там, ну и прочее-то. Сегодня труса всех средств информации. Все средства информации молчат и боятся. Абсолютно верно. Мы проводим регистрацию. Попы мешаются. Я веду занятия в университете, в школах. Они за мной гоняются. И пишут, кто же такой Игнатий Лапкин. И говорят, что попало. Ни одного слова доказать не могут. И их не привлекают за это. Я не могу на него суд подать, потому что я верующий, не имея права обращаться к мирским властикам. А церковного суда не было. У нас освященник архиерея содрал на 7 тысяч крест, ряску. И нельзя никуда обратиться. Я пошел в прокуратуру, зная, что нельзя. И говорю, вы, пожалуйста, походотайствуйте перед епископом. Ну пусть он вернет хотя бы все. Крайняя мстительность. Сверепость. И сколько священник, которого содрал Павел Ермоленко из камня на бени, просил прощения. Бесполезное дело. Особенно мстительный у нас епископ. Это подтверждает и не где-то, а в кредору. А что сделать? Да ничего, любить его, жаловать и молиться за него. У нас нет никакой власти, кроме любить. Муж должен даже жену, если она заболеет, с ума сойдет любить. А в женах, какой бы ни был муж, но если он противозаконно не говорит, ей дано послушание. Так и в церкви. Он за меня должен жизнь отдать, священник-то. Как и я за него. Вот. В молодости развлекала многое его. Даже курировать северо-запад патриархийные зоны, так я назову, предлагали ему, Невзорову. Интересно. И что? Да ничего, говорит. Даже со званием полковники есть, обросшие бородами, научившиеся болтовне. Один даже с Брежневым беседовал, Брежнев или кто-то наставил звание народного артиста. Да они ж и по шкале артисты, налоги взимали с них. Артисты. Кто-то же придумал это. Так и есть. А что такое духовность? Вот заметьте, духовность это производная от перестройки. Нет такого слова в Библии. Человек духовно рассуждает о всем, а духовности нет. Очень хорошо сказал об этом Александр Глебович. Он говорит, это газ. Газ. Который выделяет попы из разных отверстий. Вообще здорово. Это оттуда идет все. Газ не надо понимать в буквальном смысле. Это означает, напускает вот этот дым. Он говорит и ничем не подтверждает. Я ему говорю, пишу письмо на основании Библии. А что Библия? Это сектанты только с Библии. Я ему начинаю канон. А каноны устарели. Они никакой роли не играют. Я говорю о святых отцах ему. Ну то есть по любой области у меня есть что сказать. Я этим живу. Он их не принимает. Он совершенно неверующий. Я знаю попов, которые были порторгами, коммунистами. Они такими и остались. Такие же методы выживания, преследования, ненависти. Все методы давления на ниже стоящих, они у них есть. И сегодня они рвутся к власти. Кто имеет доступ к властям, предупредите. Им тоже не сдобровать. Они лезут сейчас везде. Быть сензорами книг, газет, воинские части везде. Им это не дано. Это против закона. Много национального, много конфессионального государства. Они не понимают даже, что они делают. И Александр Глебович правильно говорит. Совсем недалек тот последний шаг, когда попов будут кидать с колоколин. Они сами себе это подготавливают. И он в конце добавляет, я этого не хочу. Поверим ему. Но действия его направлены именно к этому, чтобы этот шаг, икс, время наступило поскорее. От меня ничего не зависит. Я могу только свидетельствовать. Первое послание Петра 5.3. Как это к священникам относится? И не господствуй над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Как не господствуй? Вон отец. Отец, отец, отец. Вот Александр Мене это и говорил. Говорит, у нас все так в православии построено. Вот прочитали Евангелие, и теперь все силы прилагаем сделать наоборот. Наоборот, наоборот. А отцом разве нельзя называться? Можно. В одном только случае. Если ты родил благовествованием, Павел говорит, основа в муках рождения. А таких они показать не могут. Вот у нас есть книги здесь. Вот 15-й том. Вот он лежит. Здесь 74 члена нашей общины рассказывают, как они встретились со Христом, с Богом. Как пришли в общину, ходили через занятия. У нас вся община крещена через троекратное полное погружение, которые прошли катехизацию в несколько лет. Катехизация у нас 500 академических часов. Он все должен знать. И вот к нам приходят коммунисты из органов власти, из краевой администрации. И нападок ни от кого нету. Они впервые видят нас. И когда в отделе юстиции спросили, а с чем они отличаются от этих, которые патриархийные, они не знают, как это, но уже православные. И тогда, который в отделе юстиции работает, Иван Егорович, молит, и он говорит, «А это люди, которые делают все, как написано в Писании по их книгам. И на никакие сделки, компромиссы они не идут. А, ну все понятно. То есть неверующим это понятно. Лука 23,39. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Это не Взорову. Он все время настаивает, вот он нашел такое место, что гору не могут переставить. Но это от Смирнякова. Это же вы знаете, откуда взято. Это из братьев Карамазовых-то. Ну нельзя же все время смердеть и смердеть этими словами. Во-первых, такой нужны никакой нет. А бесполезное Бог не делает. Написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Христос не бросился вниз. И камни не сделал хлебами. А когда нужна, нужна была, Он их сделал. И понимается это и духовно. Вы не знаете ни толкования, ничего. Злоба ослепляет в глазах. Веры двух свойств. Вера одна, спасительная, которая нужна поверить, принять Христа как спасителя, что Он умер за мои грехи, что возмездие за грех смерти, Он взял за меня эту ответственность и ответил перед Отцом Небесным. И второе, вера чудодейственная. Веру спасительную я имею, чудодейственную у меня нету. Но они были. Считайте, у Лескова гора называется. Были эти люди. Первое Петра 2,12. Это к нам ко всем. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Да даже на менее дорогие машины не пересядут. Вот если бы вы послушали смещенника вот этого, уже у Невзорова вы одну ступеньку убрали бы, ему труднее было бы до вас добираться. А когда бы этих ступенек обвинения не убрали бы, все, он просто остановился, скажет, уже не по силам. Не понимаете? Что попало в рот, то не вытащишь уже. Первое Петра 3,16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Но порицает-то нас, даже тот Невзоров, не за доброе житие, а за то, что стараются какие-то льготы быть, чтобы налога не было, беспочная торговля табаком, водкой, нефтяными какими-то запасами, бриллиантами. Что нам они говорят? Надо прислушаться и поблагодарить Бога, что есть еще такой Невзоров, который нас тревожит. Но он выдыхается уже полностью. Оставьте его в покое. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.